Общественный интерес на весах честного шариата И свидетельствует, что наш господин пророк Мухаммад его раб и посланник Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, сподвижников И тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня А затем Кто пристанно рассматривает положение исламского шариата Тот видит, что он имеет целью реализовать интересы страны и людей И поднимать человеческую душу до самых высоких степеней Так Все, что отвечает общественным интересам, совместимо с шариатом Даже без какого-либо явного священного текста А все, что идет вразрез с интересами людей, безосновательно в чистом шариате Истинный ислам не признает индивидуализма, эгоизма, пассивности Или преобладания частного интереса над общественным Скорее, он признает общественный интерес, искреннюю отдачу и взаимную помощь Для выполнения добрых дел и благочестия, обеспеченного любовью и альтруизмом Которые позволили бы обществу добыться желаемого прогресса и хвалимой солидарности До такой степени, что индивид работает только на благо общества Таким образом, добро будет достигнуто как для отдельного человека, так и для общества И будет привязано к душам, соотечественникам чувство единого тела Если один из органов не домогает, то все тело отзывается на это бессонницы и горячкой Пусть будет благословен египетский поэт Ахмад Шалки Который сказал, вот страна, чья молодежь умерла, чтобы ее народ выжил долго Молодежь без других ушла, чтобы память длилась вечно Кто бы ни размышлял над книгой Аллаха, слава ему и величия Безусловно, понимает, что общая и универсальная цель принятия исламских предписаний Состоит в том, чтобы достичь общественных интересов Принести всем людям пользу и добро и предотвратить вред и зло Священный Коран подтверждает, что защита общественного интереса и достижения Общественной пользы – это подход всех пророков и посланников Аллах отправил каждого из них, чтобы принести счастье людям И реализовать их интересы, не дожидаясь награды или мереской выгоды В Священном Коране на языке пророка Ноя, мир ему, говорится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Неужели вы не разумеете?» Сураход, аят 51 Вот это и пророк Ибрахим, мир ему, которого Всевишний Аллах избрал за его любовь, обращается к своему Господу Слава Ему и Величие, таким образом, что показывает, насколько он был обеспокоен коллективной полезностью и общественными интересами Он, мир ему, сказал Господи, сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в последний день Сура корова, аят 126 Разумеется, под словом «город» подразумеваются его жители Ибрахим умолял Аллаха Всемогущего наделять их уделом, чтобы они могли обойтись без других Ибо как толка страна будет в безопасности и в изобилии того, что удовлетворяет жизни непотребности то это поможет ее жителям повиноваться Аллаху со спокойными душами и сердцами которые стремятся достичь цели Всевышнего Аллаха Слава Ему и Величия востребованной от человека а именно заселения земли В связи с этим Всевышний Аллах говорит Он сотворил из земли и поселил вас на ней Сура ход, аят 61 Не распространяйте нечестие на земле после того, как на ней наведен порядок Сура преграды, аят 85 Шариат, которым был послан пророк Мухаммад мир ему и благословение Аллаха имеет целью превознести этот настоящий гуманитарный и исправительный принцип установить правила поддержания стабильности общества и стремиться к его развитию и прогрессу путем преобладания наиболее общественных интересов и упорядочения приоритетов до тех пор, пока жизнь не будет организована и улажена А чистая биография пророка и жизненные описания его честных сподвижников полны великих ситуаций, которые указывают на это По словам Айши, Матери правоверных пусть Аллах будет довольней если бы мы хотели стать присыщенными то это нам было удалось Однако Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха отдают другим предпочтение перед собой и своей семьей даже если они сами нуждаются А также Абусайдин Худрей, да будет довольный им Аллах, передает Однажды, когда мы вместе с пророком, да благословить его Аллах и приветствует находились в пути, к нам подъехал какой-то человек, сидевший на своей верблюдице и стал смотреть направо и налево Увидев это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Пусть имеющий лишнее верховое животное, отдаст его тому, кто его не имеет и пусть тот, у кого есть лишние припасы, отдаст их тому, у кого их нет И он упомянул то, что упомянул из видов имущества, перечислив их, пока мы не увидели, что мы все равны Сообщество, что Айша, да будет довольный Аллах, сказала «Однажды ко мне пришла какая-то бедная женщина с двумя дочерьми на руках и я дала ей три финика, она же дала по одному финику каждой из девочек а третий финик поднесла карту, чтобы съесть Но тут девочки снова стали просить у нее еды и тогда она разделила этот финик между ними Меня привел в восхищение ее поступок И я рассказал об этом посланнику Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует Который сказал «Поистине, за это Аллах сделал рай обязательным для нее или освободили ее от огня» Итак, надо подумать, если такое вознаграждение предназначено той, которая отдает своим дочерям при почтении перед собой то как насчет того, кто отдает слабым нуждающимся и беднякам при почтении перед собой Более того, в год пепла люди в Медине постигли такие сильные голоды и засуха что им на земле мерещился пепель от сильной засухи и сильного голода В один из таких дней к воротам Медины подошел караван Ишама территория современной Сирии, Павлостиния и Иордании К нему вышли медийские купцы с целью купить товар и получить прибыл Они спросили, кто собственный караван Им ответили, Усман Подойдя к Усману, они сказали Пусть Аллах сделает прибылной твою торговлю Усман ответил, сколько дадите? Мы тебе дадим два дирхама, если ты хотел продать это за дирхом Усман ответил, мне дают больше Купцы сказали, три дирхама Усман ответил, мне дают больше Дадим тебе четыре дирхама, мне дают больше Дадим тебе пять дирхамов, мне дано больше Купцы спросили, но кто тебе дает больше, если в Медине не купцов, кроме нас? Усман ответил, мне дает Аллах за каждый дирхам в десять раз больше И так он может увеличить до 700 раз. Я свидетельствую перед вами, что это милостыня для неимущих мусульман. Кроме того, в Медине был колодец под названием Румия, хозяином которого был еврей. Владелец колодца, понимая его ценность, стал дорого продавать эту воду мусульманам. Тогда посланник Господа, дабы оставить его Аллах и приветствовать, спросил у сподвижников, кто купит этот колодец, чтобы им стали пользоваться мусульмане бесплатно. Уфманибн Афан обратился к хозяину колодца с просьбой продать его. Однако владелец отказался продавать колодец полностью и предложил купить только половину. По условиям договора купли-продажи, один день водой ползался еврей, а другой день колодец использовал Афман. И так Афман купил половину колодца за 12 дирхамов. Со временем все мусульмане и медины стали ходить к колодцу за водой только в день Афмана, поскольку Афман не брал за воду деньги, как это делал еврей. В результате последний потерял клиентов и доход от продажи воды. Владелец колодца решил продать вторую половину Афману, Афману, но уже за другую, более низкую стоимость, за 8 тысячи дирхамов. Афман ибн Афан таким образом повиновался приказу пророка, мир ему благословение Аллаха, и принял во внимание общественные интересы мусульман. А при халифе Умар ибн Хаттабы, да будет доволен им Аллах, люди в окрестностях заповедной мечети были вынуждены продать свои дома для расширения мечети. Тогда Умар ибн Хаттабы сказал, поистине это вы спустились на Кабу, а не наоборот. Наш господин Афмар ибн Афанда будет доволен им Аллах, повторил то же самое поведение, рассказав людям, именно моя снисходительность позволила вам осмеливаться против меня. Умар сделал то же самое, но никто не стал ему противоречить. Затем он приказал заключить в тюрьму противников его повеления. Это показывает, что индивидуальная собственность может быть лишена в пользу общественных услуг, в том числе расширение дорог и кладбищ, создание мечети и крепостей, строение государственных учреждений, таких как больницы, школы, приюты и т.д., потому что общественные интересы преобладают над частными. Мы также подчеркиваем, что хорошее понимание религии требует учитывать условия и реальности, с которыми сталкиваются люди, и расставлять приоритеты с целью удовлетворения актуальных и неотложенных потребностей общества. Так, если обществу больше всего нужно строить и оснащать больницы для лечения и ухода за бедными, то этому вопросу необходимо отдавать приоритет. А если обществу больше всего нужно создание и обслуживание школ и институтов, а также обеспечение учащихся, то этому вопросу необходимо отдавать приоритет. А если актуальность состоит в том, чтобы облегчить брак неимущих, расплатиться с долгами и развеять беды чрезмерно должеников, то этому вопросу необходимо отдавать приоритет. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миру, в мире благословения Господину всех людей, пророку Мухаммаду, его семье с подвижником и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. У моих братьев исламы. Поистине, ислам принимает во внимание порядок приоритетов, даже в отношении добрых дел. Он приказал людям отдать предпочтение общественным интересам перед частными или личными, потому что общественный интерес касается многих лиц, а личный интерес касается только отдельного лица. Так, если какой-то человек, который работает в каком-то учреждении за определенную зарплату, жила и проводит молча в молитве, за тем днем идет на работу уставшим и утомленным, не выполняя свои обязанности, нарушая интересы этого учреждения и его клиентов, разве это не является нарушением доверия и незаконным присвоением чужого имущества, а также пренебрежением возложенного на сотрудника ответственностью? Он таким образом упустил обязанности для исполнения необязательных деяний. Это, без сомнения, неправильное понимание целей религии. Да будет доволен Аллах Абу-Бакрам Ас-Сатикам, который на ложе смерти дал завещание нашему господину Умару Абн-Хаттабу, сказав ему, узнай, что Аллах требует от раба совершать в течение дня определенные дела, которых он не принимает ночью, да и требует от раба совершать в течение ночи определенные дела, которых он не принимает днем. Узнай также, что Аллах не принимает необязательных деяний, пока не исполняется обязательнее. Правильное понимание религии Всевышнего Аллаха в соответствии с действительностью настоящего времени и с учетом условий людей и их потребностей требует, чтобы предели понимания не были ограничены некоторыми вопросами фикха приписания посредством простой диктовки или передачи, лишенной попыток извлечь и уловить фикхи целей или приоритетов, реальности или доступности, которые могут не соответствовать конечному назначению целей Шариата. Исходя из конечного понимания по велению нашей чистой религии и упорядочения приоритетов, мы подтверждаем, что удовлетворение потребностей людей и общества является более приоритетным, чем повторение большого и малого паломничества. Ведь удовлетворение потребностей людей, в том числе благотворительная помощь бедным, обеспечение нужд несостоятельных, освобождение заключенных из-за чрезмерной задолженности и тому подобное, относятся к общественным обязательствам. Причем известно, что выполнение общественных обязательств превалирует над чрезмерными действиями, в случае повторения большого и малого паломничества. Нам же нужно правильно понять нашу религию и так верно осознать нашу действительность. Это, вероятно, позволит нам точно оценить масштабы рисков, которые нас окружают, и дать приоритет общественному интересу перед личным, со всей искренностью и беспрестанностью, в соответствии с учениями нашей истинной религии, чтобы достичь прогресса, просветания и развития нашей Родины до такого статуса, которого она и соотечественники заслуживают. О Аллах! Защити Египет, Его народ, армию и полицию от всяких неприятностей и зла!